ПЕСНЯ Это мои подружки-одноклассницы, Зина Крайко, Лариса Путанова, Жанна Сорока. Я вам расскажу о них, но это все равно, что о себе. Их судьба, это и моя судьба. Все мы родились в грозном 1941 году. Суровым было наше детство. Вот что осталось от города, в котором мы родились. Разваленные пепелища. В острой детской памяти они сохранились навек. И первые дома, которые начали отстраивать в этом городе, были для нас. Новая школа для нас. Мы росли, но город рос быстрее, чем мы. Вот каким он стал, пока мы учились. Заново рожденный родной Минс. Я люблю его прямые, светлые проспекты и улицы. Простор его нарядных площадей. У меня и моих подруг сегодня торжественный день. Мы идем держать первый экзамен на аттестат зрелости. Кажется, совсем недавно, робкие и несмелые, держась за руку матери, переступали на порог школы. И вот, десять лет позади. Как быстро, незаметно стали мы взрослыми. Первый выпускной экзамен. Вот он, десятый Б нашей двадцать девятой школы. В литературное сочинение каждый из нас хочет вложить всю свою искренность и взволнованность. Тщательно обдумывают каждое слово. Все срывали и Галина Сазон. Федору Лукерчику легко. Он хорошо знает и любит литературу. Не узнать нашу веселую и беззаботную Ларису Путанову. Она сейчас как никогда серьезная и сосредоточенная. Самая способная в нашем классе отличница учебы Зина Крайко. Даже она волнуется. Глядя на нас волнуется Ирина Степановна, учительница литературы. Каждый экзамен был для нас словно рубеж. И вот финиш. Последние шаги долгого и трудного пути к аттестату зрелых. Вместе с директором школы Анатолием Семеновичем мы горячо поздравляем Зину Крайко. От всей души радуемся за Ларису Путанову. Путановичем мы горячо поздравляем Зина Крайко. Тебя сильными прятками Над нашими тетрадками Учительница, старая моя Промчали ты мы слезами Давно мы стали тростными Но вон им наши школьные петь И летят пусть тянет звезды Слыбут морями в розы Ведь любимые твои пути Я никогда не забуду этот прощальный школьный бал Вот и кончилось наше детство Прощай, школа! Прощайте, любимые учителя! Прощай, любимые учителя! В саду беременки с ледами Лечают нас под лодами И школьные пальцы Завязывки для нас Наш класс Мы заглянули сюда вместе с бывшей воспитанницей нашей школы Валентиной Шилай Два года назад она окончила десятилетку золотой медалью Ее судьба для нас особенно поучительной Ну вот, девочки Пришла пора и вам прощаться со школой Как мне когда-то Кажется, совсем недавно это было Я тогда волновалась Как вы сейчас? Думала, кем стать? Правда, золотой медалью я могла легко поступить в любой институт Но лишь бы, как некоторые, без слезвания Не хотелось Потом я подумала о своей маме Жалко мне ее стало Отец погиб на фронте И я решила Хватит сидеть на иждивенье мамы Пойду работать Я стал скачихой Вот уже два года Как я работаю на конвольном комбинате Некоторые удивляются Как это я с золотой медалью Остал скачихой Скажу Нисколько об этом не жалею Я довольна своей судьбой Судьба Будущее С этой думой Вышли мы встречать рассвет Восход солнца Утро новой Еще неизведанной жизни Как хорошо мечтать о своем счастье Много дорог ведет к нему И мы вместе Твердо решаем Искать свое счастье Там, где труднее Куда зовут нас Коммунистическая партия И ленинский комсомол Окончились торжества Можно уже спрятать Школьные учебники И тетрадки Пусть лежат на память О школьных годах А может они еще пригодятся Сестренкам В эти дни Судьба каждого из нас Бурно обсуждалась На семейных советах Зина решила Вместе с подругами Поступить На комбольный комбинат В добрый час Доченька Напустила ее мать Надежда Макаровна Мать героини Ларисе Пуцановой Было труднее Договориться с родителями Она единственная дочь В семье Надо попытаться Попасть в институт На стае в лоте Я не только работать Но я и учиться Дальше думаю Горячо убеждала Лариса родителей Долго продолжались споры Наконец Родители согласились Трудовая книжка Свидетельство большого Важного события В нашей жизни В отделе кадров комбината Нас встретили радушно Зину Крайко и Ларису Пуцанову Зачислили ученицами Ткацкой цех Ну что ж Будущие ткачихи Поздравляем вас И вот мы идем На комбольный комбинат Впервые не школьный звонок А фабричный гудок Зовет нас Мы помним Как несколько лет назад Рядом с нашей школой Начали воздвигать Этот крупнейший В республике Текстильный гигант Из окон школы Мы видели Как его строили А нынче Это первоклассное Оснащенное Новейшей техникой Предприятие Идя по цехам Словно путешествуешь В царстве ниток Всюду нитки Нитки Из которых Рождается Бастун Габардин Еще учась в школе Мы знакомились С производством тканей Но одно дело Знакомство Другое Когда мы теперь Сами должны Научиться Производить их Начальник ткацкого цеха Александр Петрович Голуачев Оказался приветливым Отзывчивым человеком Зине Крайко повезло Она попала Ученицей К знакомой Валентине Шилай На комбинате Много наших Бывших выпускниц 29-й школы Вот комсомолка Лида Ахрамович Три года назад Окончила школу Теперь она Одна из опытнейших Ленточниц В гребно-чесальном цехе Рядом В ровничном цехе Трудится воспитанница Нашей школы Лариса Ледницкая Хорошо отзываются О ней на комбинате Комсомолка Раиса Кожедуб Знания Которые дала Рай средняя школа Помогли Быстро освоить Предельное дело А трудовые навыки Облегчают ей учебу В заочном техникуме Текстильной промышленности Молодежь комбината Без отрыва от производства Учится в заочных И вечерних техникумах И институтах Учились и мы День за днем Валя Шилай С любовью Обучала Зину Секретом Ткацкой профессии Нелегко Сразу Все давалось Кажется Простое дело Включить станок Оказывается И здесь Требуется сноровка И умение Нужно Как говорят Ткачихи Чувствовать станок Денье казалось Что ничего не выйдет Не получится Из нее ткачихи Но Валя Подбадривал Свою ученицу Попробуй еще раз Вот так Как видишь Ничего страшного Каждый день Дина узнавала Много нового Интересного Валя учила ее Быть бережливой Экономной Отходы от ниток Нельзя выбрасывать Случается и так Вдруг остановился Станов Не пугайся Это где-то Оборвалась нить Нужно ликвидировать Обрыв И все будет в порядке Училась Зина Учились все Наши девушки Вы узнаете Нарису Куцанову? Смотрите Какая она озабоченная Ей теперь Не до смеха Надо все разузнать Все запомнить А вот Жанна Сорока Ей передает Опыт Юлия Лохманенко Одна из лучших Ткачих комбинатов Все ребята Из нашего класса Подались на другие заводы А Федя Лукерчик С нами Он решил стать Помощником мастера И будет Он парень со смекалкой Сестер Сазон разлучили Галя работает Галя работает в ровничном цехе А Валя в предельном Но сестры часто встречаются Интересуются Как идут у каждой дела Дела Как будто идут у них хорошо Майя бурая Сначала она не хотела Идти на комбинат А потом решила Не подводить класс И избрала профессию предельщик Теперь на комбинате Несколько бур Брат Майи Александр Бурый Инженер Мастер А его жена Лида Работает Ленточницей Ну что ж Такую семейственность Можно только приветствовать Сегодня на комбинате Получка Первую зарплату в жизни Получает Дина Крайко Зарплата правда еще Небольшая Ученическая Но своя Каждый из нас Ощущает цену Первых заработанных Собственными руками денег Как приятно Сделать из своей получки Подарок родной матери А для матери Нет ничего дороже Этого подарка дочери Твердо вставшей На самостоятельный Трудовой путь Проходили дни Однажды заболела И не вышла на работу Ткачиха Обучавшая Зину Крайко Зина попросила Разрешение Заменить свою учительницу А как включила Все станки Растерялась На помощь пришел Помощник мастера Казимир Масловский Не надо суетиться Зина Спокойно следи за станками Зина учла замечания И все пошло нормально Вы наверное сейчас смотрите на нас И улыбаетесь Какая-то детская игра А это у нас техучеба Мы тренируемся быстро и точно делать узел При обрыве нити Учит нас инструктор Галина Короткова Трудный узелок Это не ленточки завязывать в косичках Смотрите как ловко и умело Кто-то вяжет узел Кто бы мог подумать Это Зина Крайко Она уже многому научилась С тех пор Как пришла на комбинат Лариса Куцанова Тоже далеко ушла вперед Она чувствует себя у станков уверенно Работая ей по душе Нет сомнения Хорошими, способными ткачихами Станут наши девочки В один из выходных дней Мы отправились на маёвку за город ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Весело провели мы время в лесу Никто здесь не скучал Одна игра сменялась с другой А некоторые воспользовались маёвкой по-своему Наша Лариса Ногти руки, мастер Этот выезд Ещё больше сблизил нас Сдружил Глядя на эту дружную, весёлую молодёжь Мне увольно подумалось Как незаметно влились наши школьницы В большую трудовую семью текстильщиков Зажили с ними Одной полнокровной жизнью ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нет ничего чудеснее утренней симфонии гудков Над моим родным Минском Спешат на трудовую вахту автозаводцы и станкостроителей Создатели велосипедов и траскеров ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ